Конкурс «Дети читают стихи». Осипов Даниил, 13 лет, средняя школа номер 100, город Саратов. Евгений Доматовский, баллада об артистке Трама. Должно быть неизвестно вам, сегодняшним ребятам, что означало слово «Трам», рождённое в 30-м. Следы эпох слова «Тая» и это слово тоже. «Трам» — это значило театр рабочей молодёжи. А вторая, не слушайте, друзья, историю сначала. Одна знакомая моя всегда старуха играла. И режиссёр Кудлат Ильиха потрогал на дне. Ещё сыграешь молодых, старух играть труднее. Актриса соглашалась с ним безоропотно и грустно, сама накладывала грим и гордилась искусно. В её года, в её лета играть старух обидно. Но вот идёт спектакль, и зрителям не видно, что смотрит мне в глаза она, на сцене умирая. А завтра к нам пришла война. Вторая мировая. Я срочно уезжал тогда под гол артиллерийский, и лишь потом, через года, узнал судьбу артистке. Она отправилась в войска с концертной бригадой, когда была уже Москва в ежах и баррикадах. Не разобрать, где фронт, где тыл. Огонь вокруг, низ. И прямо к немцам угодил, крузовичок артистам. Что станет с русской красотой, пленительной и нежной. Судьба, не торопись, постой, приободри надежды. И репизит, и грим при ней остались в суматохе. Ноябрьский сумрак, все темней. И вот в людском потоке старуха дряблая идет. Егой коргою горбись. Лицо в бороздках, черный рот, мой ненаглядный образ. Сентиментального врага задело это чудо. На что нам старая корга? А ну катись отсюда! И так вот с гримом на лице, в своей коронной роли, она пришла в районный центр. А он уже в неволе. Стоит растерянный народ на площади у церкви. А мимо бабушка идет в ботинках неповерки. Глаза из-под седых бровей скрестили с горем лютым. И очень захотелось ей дать силу этим людям. И вот в центре мертвого села она, А верев завтра стихотворение прочла из комсомольской правды. Навстречу гордость и испуг. Вздох, как гром обвала, и чей-то громкий выкрик вдруг. Товарищи, облава, ее же Андрам вынул гад, известный в том районе. Он стал сегодня, говорят, профессором в Бастоне. Суд скорый, да какой там суд, сознатась перед руку. Уж от березы волокут безумную старуху. На шее острая петля рванулась из-под ног земля. Тебе мои глаза сухие, и я плакала лишь в театре. Прости меня за те стихи из комсомольской правды. За то, что я живу, за то, что я не мог спасти. Пришла на следующий день, не помня об угрозе, Толпа растерянных людей, истерзанных березой. Зачем смотреть на мертвецов, но люди смотрят в муки И видят юное лицо и розовые руки. Кто объяснить бы им сумел, что вверх взяла природа И начисто отмыла грим ночная непогода. Воспоминаний голос тих и слышат тишине. Еще сыграешь молодых, старухи красть труднее.